В нашей стране часто поднимается тема развития малого и среднего бизнеса. А что для этого надо? Наверное, прежде всего создать благоприятный деловой климат, приемлемые условия для ведения бизнеса, для того, чтобы снизить все риски прогорания бизнеса, ну и, конечно же, увеличить возможности процветания. Так какова же перспектива реализации деловой инициативы в нашем регионе? Есть ли возможность стать успешным бизнесменом? Ну и к тому же говорят, что вести дела станет гораздо проще. Об этом мы сегодня поговорим в программе «Точка зрения». Здравствуйте. Наш гость – председатель Комитета экономики Брестского облсполкома Михаил Леонидович Боценко. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, звоните 21 55 65. Мы ждем ваши звонки и, думаю, обязательно ответим на волнующие вас вопросы. Ну и, конечно же, как всегда, вы можете высказать свою точку зрения по данной теме. Михаил Леонидович, как же на сегодняшний день представлен бизнес нашего региона? Какие ниши уже заполнены, а какие еще свободны для того, чтобы туда могли прийти люди, которые планируют заняться бизнесом? Ну, сегодня бизнес Брестского региона составляет или состоит из 10,5 тысяч малых и средних предприятий и почти 33 тысячи индивидуальных предпринимателей. Если посмотреть по нишам, которые занимают 25% бизнесменов, у нас работают в сфере оптовой торговли, розничной торговли, сфере услуг. Небольшое количество у нас работает и в сфере транспорта. 709 предприятий, как вот такая четкая цифра, занимаются у нас работой с недвижимым имуществом. То есть это сдача помещений в аренду, это работа по строительству новых помещений. И почти тысячи работают в строительной сфере. И только 10% предприятий у нас работают в сфере производства. Но эти 10% в сфере производства делают практически 50%, вот если посмотреть такую цифру, импортозамещающей продукции Брестской области. Вообще, что такое малое и среднее предпринимательство сейчас, на данный момент, и что оно из себя представляет? Потому что 10,5 тысяч много, мало, очень сложно оценить. Могу сказать, что на данный момент 30%, почти 31% консолидированного бюджета Брестской области составляет поступление от малых, микро и средних организаций и индивидуальных предпринимателей. И цифра ни много ни мало, но она составляет, ее составило в прошлом году, порядка 500 миллионов уже динаминированных рублей. Если посмотреть по сфере внешней торговли, то 13% внешней всей торговли Брестской области – это у нас, опять же, малый и средний бизнес. Если про цифры, это 250 миллионов долларов США. Немало, на самом деле, но хотелось бы больше. Поэтому ниша самого производства или малого бизнеса в производстве, она на данный момент у нас является приоритетной. Потому что, опять же, возвращаясь к внешней торговле, все равно по малому бизнесу у нас сальдо отрицательное. То есть, ввозят пока на данный момент больше, чем вывозят за пределы страны. Ну, все-таки для тех, я же говорю, кто еще не решается, возможно, давайте сегодня поясним, насколько все-таки благоприятны у нас условия ведения малого и среднего бизнеса, чтобы они не боялись идти в бизнес и не боялись открывать свое дело и работать там успешно. Ну, в Республике Беларусь за последние годы в направлении либерализации ведения бизнеса сделано немало. Последний или основной документ, который на данный момент принят, это директива президента Республики Беларусь номер 4, где четко прописаны упрощения ведения бизнеса. Это у нас и сокращение финансовой отчетности, это у нас и совершение административных процедур, то есть уменьшены сроки, и многие из них уже делаются бесплатно. Это введение электронной регистрации, совершение процедуры ликвидации, как бы не совершенствование процедуры ликвидации. Это один из таких вот параметров, которые показывают вообще на возможности ведения бизнеса. Это и система государственной поддержки малого бизнеса. Если вот посмотреть по улучшению деловой среды, то в 2016 году по отчетам Всемирного банка Doing Business Республика Беларусь заняла 37 место среди 190 государств мира, что говорит само за себя. И, в принципе, поднялась за год сразу на 13 рейтинговых пунктов. Если посмотреть с 2005 года, когда Беларусь вообще попала в Doing Business, или начали оценивать данный рейтинг, в стране проведено 37 реформ. И Беларусь занимает пятое место вот именно за ту скорость и то количество реформ, которые были сделаны. На самом деле сделать-то либерализацию не все просто, потому что если брать ту же самую нашу соседку Европу, мы, они ввели работу законотворческую, они ввели ее столетиями. А нам этот путь приходится делать за очень короткое время, поэтому не проходят все дело и в том числе без издержек, каких-либо, которые мы, конечно же, пытаемся устранять. Но вот вы говорили о государственной поддержке, если можно немножко подробнее. Ну, у нас... Какие формы уже существуют, а какие, возможно, еще планируются вести? Да, на самом деле формы-то в достаточно большое количество. Это у нас и поддержка в рамках 255-го указа президента Республики Беларусь. Если посмотреть, по прошлому году мы оказали... Это льготное кредитование. То есть размещаются бюджетные деньги на депозитах в банках, за счет чего обратившимся представителям малого бизнеса выделяется кредит под меньшую процентную ставку. По прошлому году эта сумма наставляла порядка 1 миллион рублей, 500 тысяч долларов США. Если брать по этому году, у нас на этот год выделено таких ресурсов в размере 2 миллиона 280 тысяч белорусских рублей, что эквивалентно порядка 1 миллион 300 тысяч долларов США. Эти банки, с которыми мы сотрудничаем, это и Белинвестбанк, и Белагропромбанк, и Белонежэкономбанк, и БПС Бирбанк, и, соответственно, естественно, наш же и Беларусьбанк. Если мы говорим о другой поддержке, опять же, финансовой, потому что когда у бизнеса спрашиваешь, чем помочь, они говорят, дайте денег и не мешайте. Одно из направлений – это поддержка инновационного развития бизнеса. Если посмотреть по прошлому году, у нас были выделены порядка 3,8 миллионов рублей на инновационные проекты. Это у нас 9 предприятий, которые обратились именно по инновационной программе за инновационной поддержкой. В этом году у нас еще деньги из инновационного фонда не распределены. Мы всех приглашаем поучаствовать в возможном конкурсе инновационных проектов для выделения денег. Причем, я скажу, если по 255-му указу у нас кредит является возвратным, то по программе инновационного развития, государственной программе инновационного развития, эти деньги безвозвратны, то есть они выдаются. Кроме этого, у нас есть поддержка стороны Беларуського финансового фонда поддержки предпринимателей. Процентная ставка, по которой выделяются деньги, сейчас у нас тоже составляет порядка 10%. Ну и, как я говорил, есть различные банковские инструменты поддержки. Это и выделение денег под стартапы, и, например, тот же самый Белинвестбанк на данный момент перекупает в других банках кредиты уже под меньшие проценты. То есть перекредитовывает бизнес именно под меньшую ставку. Если брать приоритетные направления, которые у нас здесь есть, естественно, я, как я уже говорил, мы заинтересованы в производстве, потому что производство у нас является драйвером любого роста, особенно малое производство, инновационное производство. Это организация развития сферы услуг, это внедрение новых технологий. Ну а почему вот эта вот ниша производства, анализ какой-то проводили, почему-то свободно еще? Да, все очень просто. Всегда сначала, даже если взять нашу соседку Польшу, в первую очередь там развивается что? В первую очередь развивается торговля. Торговля сфера услуг, потому что порог хождения в бизнес, он достаточно невысок. То есть взял какой-либо товар, возможно, даже со срочки платежа, продал его и получил свою маржу. То есть деньги высокоборачиваемые, и можно легко получить быстрый прибыль. Да, но когда уже возникает достаточная конкуренция в сфере торговли, тогда предприниматели или деловые люди, они начинают искать другие ниши. И другие ниши – это сначала оказание в сфере услуг, потому что там тоже порог денег вхождения в этот рынок невысок, а обращиваемость денег достаточно быстрая. Ну а уже после того, как идет первичное накопление капитала, или накопление капитала, тогда начинает презентироваться на производство. Вот производство, конечно, там обращиваемость значительно ниже, но это уже бизнес, который строят, как немцы, предприятия 40 лет, 100 лет. У них есть свои традиции, и они это делают на века. Какие стимулирующие факторы на сегодняшний день существуют для открытия и ведения бизнеса? Ну, я могу назвать, вернее, несколько, опять же, программных документов, которые у нас на данный момент работают. Кроме декрета 4-го, там, где у нас упрощается ведение бизнеса непосредственно, у нас есть еще и несколько документов, которые были изданы ранее. Это у нас декрет 6-й президента Республики Беларусь, по которому прописаны налоговые и таможенные льготы. То есть предприятие у нас может ввозить для вклада в основной капитал технологическое оборудование без таможенной пошлины, таможенной в НДС. Кроме этого, на 7 лет предприятие освобождается от налога на прибыль, не уплачивает налог на прибыль и налог на недвижимость. Это достаточно серьезная поддержка, но эта поддержка направлена тем, кто создает бизнес в малых городах, сельских населенных пунктах, сельской местности. Потому что, возвращаясь опять же к статистике, у нас порядка 45% денег, которые поступили в консолидированный бюджет, это город Брест. 11% это у нас город Бранович. Все остальное у нас разбито как-то пропорционально. Ну, естественно, Брестский район, Брановичский район, город Кобрин, Кобринский район. То есть это вот те точки роста. А задача самого 6-го декрета президента Республики Беларусь в том, чтобы эти точки роста у нас появились в том числе и в Гансовическом районе, и в Ляховическом районе, и в Малорийском районе. Как я уже говорил, малый бизнес, он является, в принципе, драйвером всей экономики. Есть еще у нас декрет президента Десята, в котором определены льготы под инвестиционную деятельность. Это у нас, опять же, как мы говорим, освобождение от уплаты ввозных пошлин и таможенного НДС на технологическое оборудование. Кроме этого, у нас по Десятому декрету земельные участки, которые предоставляются инвесторам под введение бизнеса, они освобождаются от уплаты таможенного, от уплаты платы за право заключения договора аренды земельного участка. И до момента, пока объект не введен в эксплуатацию и не завершен инвестный договор, также освобождены от налога на землю. Это достаточно большой подспорь, особенно, опять же, там, где земля является дорогой. – Конечно. А вот где можно узнать, захотел человек открыть свое дело, куда прийти и узнать обо всех этих условиях, где можно проконсультироваться на сегодняшний день? – Ну, у нас создана на данный момент инфраструктура малого и среднего предпринимательства. – Да, вот о ней подробнее расскажите. – Значит, о ней немножко подробнее. Всего в Брестской области у нас сейчас на данный момент работает 8 центров поддержки предпринимательства. Каждая из них, конечно же, занимается и предоставляет свои услуги. Например, такая компания, как «Юкола-Инфа», она ведет курсы для предпринимателей, рассказывает, показывает введение бухгалтерского учета, рассказывает, показывает, где какие есть вопросы по законодательству. Другая компания занимается введением бухгалтерского учета, то есть на аутсорсе. На начальном этапе проще взять или заключить договор с фирмой, которая введет бухгалтерский учет и несет полную ответственность за введение бухгалтерского учета и несет это именно своим имуществом. И платить значительно меньше, чем платить бухгалтеру, которого непонятно откуда пригласили и непонятно, какая у него квалификация. Есть у нас предприятие, которое занимается непосредственно обучением предпринимателей, рассказывает, наставляет, ведет те же самые обучающие семинары. Если посмотреть по другим, в Кобрине в 2016 году у нас был открыт последний центр, и крайний, как правильно сказать, дай бог, чтобы не последний. И в этом году у нас планируется центр или создание инкубатора малого бизнеса в городе Бранович. Кроме этого, у нас есть Брестский научно-технологический парк, в котором зарегистрировано вот именно, он тоже является у нас инкубатором малого бизнеса. Сейчас там на данный момент зарегистрировано 26 предприятий, и 12 из них имеют вот именно инновационную направленность. В чем смысл инкубатора малого бизнеса? Педприятия, либо индивидуальные предприниматели, либо, опять же, деловые люди, они могут туда прийти, получить за абсолютно небольшие деньги в юридический адрес для того, чтобы можно было зарегистрировать предприятие. Они могут получить себе рабочее место, стол, стул, компьютер, там, где они могут заниматься. По минимуму, все необходимое. По минимуму, все необходимое, да. И если мы говорим про наш Брестский научно-технический парк, то, соответственно, там это все дело есть, вплоть до того, что созданы такие каворкинговые условия, где команды могут собираться, работать, разрабатывать идеи, а потом, естественно, мы ищем, как помочь им это все дело коммерциализировать. Но вот такие бизнес-инкубаторы, они впервые когда были открыты, если приблизительно хотели? Ну, если брать наш научно-технический парк, он был открыт у нас пару лет назад, да, то есть, если не ошибаюсь, 2012 года, да, то есть не более пяти лет. Значит, до этого у нас был центр внедрения научно-технических разработок, вот, был у нас бизнес-инкубатор малого бизнеса, который у нас являлся частным. Было, почему был? Ну, он и сейчас есть, я просто говорю по временным промежуткам, что он был до того момента, как он и есть. Ну, хорошо, значит, уже есть какой-то определенный период, за которым можно сделать какие-то, подвести какие-то уже итоги небольшие, да, и сказать, насколько все-таки эффективна их работа. Эффективна. Вот можно? Эффективна, я могу сказать. А показатель эффективности? Показатель эффективности. Ну, давайте мы будем говорить о какой-либо всемирной практике, да. Треть компаний, зарегистрировавшихся, не доживают до своего первого года рождения. Потому что люди, есть различные причины, люди переоценивают свои силы, люди, ну, это, наверное, самая главная причина. Мы не будем говорить о том, что какие-то проверки, потому что у нас 510 указ запрещает в два года на данный момент проверять тот же самый бизнес. Вот. Что касается вот именно инкубации от малого бизнеса, там процент именно ухода в банкротство или в ликвидацию, он значительно меньше. Меньше, да. Да. Он значительно меньше, и, знаете, как это, как ребенка, там, если вдруг, или там цыпленка, да, яйцо положили в инкубатор, оно немножко доросло, вот, получают цыпленок, потом курица, и она начинает нести яйца. То же самое и здесь. Вот в инкубаторах именно они созданы для того, чтобы оберегать, подсказывать, рассказывать и все остальное. В наших ближайших планах туда еще добавить менторов, которые будут проводить вот именно такие семинары и будут учить выходить, находить партнеров, находить клиентов по бизнесу и работать с этими предприятиями. А вот вы упоминали небольшую сумму, да? То есть за небольшую сумму готовы поддержать, готовы направить и все прочее, да? Да. Ну, небольшая сумма это как? Небольшая сумма, я сейчас обманывать не буду, да, но я могу сказать, что эта небольшая сумма у нас варьируется, там, если не ошибаюсь, от 200, вернее, от 20 рублей, да, до 30 рублей на новые деньги. То есть в этом-то, в принципе, и смысл бизнеса. Потому что снять помещение, это надо минимум, если офис, да, выкладывать, 5 евро, там, 4 евро за квадратный метр. Бизнес-кубатор, он именно для того, чтобы вырастить и потом уже отпустить вот на деньги. Это действительно небольшие суммы такие, да, для начала. В последнее время все чаще говорится о раскрепощении деловой инициативы, что это понятие, что входит в это понятие, да? Ну и какие планируются шаги делать в этом отношении? Ну, есть несколько направлений, каким образом этот бизнес должен быть у нас либерализован. Есть у нас уже те документы или принятые законодательные акты, надзаконные акты, которые на данный момент у нас должны работать, работать в полную силу. Наша задача в том, чтобы эти акты у нас заработали в полную силу. Кроме этого... А что мешает им заработать в полную силу? Это может быть какой-то немножечко, правильно сказать, реакционизм, да, то есть реакция, вот что надо двигаться. Малый бизнес, он хорош тем, что это наиболее мобильная часть бизнеса. Вот. И они ищут ниши, каким образом себя трудоустроить, каким образом заработать денег, и, соответственно, они трудоустроивают тех же самых наших людей. Надо перестать относиться просто к малому бизнесу, как к курице, которую надо зарезать, да, но она в то же время несет золотые яйца. Надо дать все-таки свободно работать и дать людям зарабатывать. Вот. А это, я же говорю, что надо поменять мышление. Просто наше мышление. Вот и все. Работает не только наше предприятие, крупное, да, но работает тот же самый малый бизнес. Вот это нам самое главное надо понять. И тогда все эти декреты, которые есть и приняты, они будут работать. Самое главное надо понимать, что если есть, возникает, надо вот отодвинуть бумажки, да, и не смотреть по букве закона. Буква закона, она есть, да, все решения, которые должны приниматься, они должны быть законны. Абсолютно. Но в то же время надо искать пути и выходы каким-то образом помочь тому же самому предприятию, тому же самому деловому человеку подсказать, рассказать, даже просто высушить иногда бывает полезно, да, отодвинуть бумажки и вот именно принимать решение тем, чтобы перед тобой сидеть человек, который готов работать и работать. Понятно, что на благо себя, но работая на благо себя, он работает на благо, в принципе, и Родины. То есть есть буква закона, а есть реальные условия, да, и человек в этих условиях, и надо это как-то... Да, и это надо состыковывать, сопоставлять, чтобы человеку подсказать, что есть, вот есть этот документ, но есть и этот документ, и давай мы посмотрим, как мы вот с тобой по этому документу сработаем. Не отпускать, не давать вред бизнесу в самом себе. Самое главное это рассказывать, разъяснять, пояснять и вести диалог. Тогда все будет получаться. Ну а то, что касается новых каких-то нормативных актов на данный момент, есть проект указов, главы государства, он находится на сайте правобай, идут общественные обсуждения, то есть любой человек, любой бизнесмен может предложить свои какие-то внести до кредитировки, и они будут обсуждены. Я думаю, что как только он будет принят, но самое главное это у нас снижение любой контрольно-надзорной деятельности, которая у нас не связана с жизнедеятельностью человека. Кроме этого у нас планируется внесение в 450 указ президента, это улицензирование различных видов деятельности. Это у нас сокращение будет лицензированных видов деятельности и присмотр перечни деяния, являющихся грубыми нарушениями, за что эту улицензию забирают. Кроме этого есть у нас и подготовлены в Министерстве экономики изменения в указ о ремесленной деятельности. То есть, если раньше у нас ремесло считалось, что это какие-то природные материалы, глина, дерево и все остальное, то сейчас у нас это любые материалы, кроме, конечно, это изготовление мебели. Потому что изготовление мебели, ну, ремеслом, наверное, не назовешь. Да, это уже больше серьезное производство. Вот. Ну, что касается, значит, любого другого. Вот я, как и говорил, заставить документы на данный момент, текущие документы работать. Примерно две недели назад в Березгой области работала группа Минэкономики, совместная, соответственно, и с нами. Мы отрабатывали и работали с малым бизнесом, с малыми предприятиями и с крупным бизнесом. И спрашивали, в чем проблема, где вот сейчас, чем можно помочь. По итогам подготовлен план мероприятия. Я думаю, что в ближайшее время он будет утвержден, где значительные послабления будут не только по ведению бизнеса в части проверок или лицензирования, но в том для ведения бизнеса в части работы с недвижимым имуществом. Это будет и либерализация продажи. Ну, вот стоит здание где-либо, да. Почему его не вовлечь в хозяйственный оборот, если оно неиспользуемое и оно не продается, оно никому не нужно. Почему его не отдать предпринимателю за одну базовую величину, чтобы он там создал новые рабочие места. Это очень важно. И этого не надо бояться. Вот этим надо и заниматься. Конечно. А вот что касается проверки, контроля, вот есть, скажем так, потребность в снижении? Потребность в снижении есть. В ослаблении контроля в какой-то степени? В ослаблении. В ослаблении контроля в разумных пределах. Потому что все-таки это держит напряжение. Он, конечно, необходим. Это безусловно. У нас очень многие люди, они по натуре не такие, да, то есть они не открывают бизнес, потому что они боятся нарушить что-либо. И это тоже есть, конечно. Они сами по себе законопослушны. И нарушить, и понести наказание. Да, и нарушить, и понести наказание, и все остальное. Самое главное, мне кажется, в работе всех контролирующих органов, это в том, что первая проверка, которая приходит на предприятие, если там, конечно, нет состава уголовного правонарушения, она должна закончиться какими-либо рекомендациями для предприятия. Что вот это, это, это вам надо сделать. Потому что зачастую, когда проверка проходит, переносит, вот показывает, вот смотрите, у нас здесь вот столько-то, столько-то мы нашли. Ну хорошо, а где вы раньше были? Ну давайте посмотрим. Вот, например, та же самая налоговая инспекция, да? Вы же могли провести семинары по этой теме. Вы же знаете, что в этой теме больше всего нарушений. Пригласите. Да, такие семинары проводятся. Но мне кажется, что где-то нам надо достучаться до каждого и показать каждому. Вот здесь вот такая ситуация. Что касается тех проверок, которые сейчас на данном проходит, зачастую малые предприятия обращаются к нам за освобождением штрафов, пений. Если есть, конечно, объективные причины, если там нет умышленного нарушения, если возмещены все налоги, которые досчитаны в пользу государства, то надо, конечно же, принимать сторону предпринимателя и смотреть, каким образом в этом вопросе ему тоже можно помочь. Потому что, наказав его сейчас, мы можем не получить процветающее предприятие в дальнейшем. Нам важно получать или наполнять бюджет в перспективе. Не только вот сиюминутно, а в перспективе именно работать над этим. То есть это не должна быть проверка ради проверки, да? Проверка ради штрафов. Это должна быть проверка ради какой-либо работы с предприятием. Для того, чтобы подсказать, рассказать. Можно сказать, для улучшения работы предприятия. Для улучшения работы предприятия. Все верно, абсолютно. Для уменьшения количества нарушений. Абсолютно. Да. И в первую очередь помочь им исправить эти нарушения. Ну, а если да? Нельзя исключать от того, что среди предпринимателей могут быть злостные нарушители, которые не принимают к сведению замечания какие-либо. Вот тогда уже да. Это, соответственно, должно быть наказание. Самое страшное преступление в Америке – это уклоняться от уплаты налогов, за которые на десятилетия людей отправляют в тюрьмы, в места не столь отдаленные. У нас в этом вопросе значительно более либерализовано законодательство. Но тоже есть некоторые понятия в уголовном кодексе, например, такие, как незаконно-предпринимательская деятельность. Человек занимается предпринимательской деятельностью. В чем она может быть у нас незаконна? Он может не уплатить налоги? Возьмите с него налоги, пускай он их заплатит. Там должен он заплатить. Либо, ну, опять же, тоже надо разбираться. Либо вот он такой злостный нарушитель, что он сказал, я не буду платить, да, и я здесь буду делать все это в серую схему, да. Либо просто человек не знал, что вот такая ситуация у него есть. Здесь тоже надо очень щепетильно разбираться. В каждом отдельном случае, да, наверное, разбираться. Ну, вот о налогах заговорили, да. В ближайшее время будет ли меняться налоговая и кредитная политика? Ну, кредитная политика, она у нас сейчас меняется. И мы это все видим. В первую очередь это видно по изменению ставки рефинансирования Национального банка. Она у нас уже составляет 14% пунктов. И вот за счет этого тот же самый кредит льготный в рамках 255-го указа мы уже можем выдавать под 10%, а не так, как раньше это у нас было под 16%, когда ставка была 26%. Вот. И плюс банки сами сейчас перестраивают немножечко свою работу. Им надо идти к клиентам. И надо идти от клиента. Вот. Искать, чем можно помочь, а не дать кредит, чтобы потом вот все забрать. Вот подчистую человека ограбить, да, и отправить его на улицу без штанов. Поставить его в зависимость какую-то. Как есть очень хороший анекдот. Говорит, если вы получили кредит, первым делом купите себе красивое белье, потому что, возможно, вы в нем только и останетесь. Вот так вот самое главное, чтобы у нас банки понимали, что нельзя оставлять человека в беде, а шли где-то навстречу. То, что касается налогового законодательства. Да, у нас отработав 7 лет главным бухгалтером, у меня у самого есть такой опыт, могу сказать, что зачастую документы, которые у нас касаются заполнения той же самой формы НДС, которая самая страшная, да, они у нас меняются по вырасту в год. Вот, и все это дело попытаться уложить в голове, да, и сделать это все дело не нарушая, очень сложно. Поэтому, насколько я знаю, в 2018 году у нас не будет, или будет введен мораторий на повышение ставок налогов. Ну, и я так понимаю, что и гармонизация у нас по ставкам налоговых платежей у нас будет с ЯЭС, нашим Евразийским экономическим союзом. В завершении программы, насколько я знаю, у вас в четверг, да, по-моему, вы говорили, встреча какая-то планируется. Вот, всех желающих, наверное, я приглашаю туда, это все дело будет происходить в 10.30, там в НТП, в Брестском научно-техническом парке, по улице Ян Купала. Будут обсуждаться вот именно проблемные вопросы, риски ведения бизнеса. По итогам всего этого будут у нас подготовлены документы и будут вынесены предложения на Кострышнический экономичный форум, который у нас состоится в Минске, где достаточно широкая представленность и высоких госслужащих, и специалистов, экономистов, где эти проблемы могут быть обсуждены. Вообще, на самом деле, все... То есть могут прийти предприниматели, да, принять участие в этом? Пожалуйста, могут прийти предприниматели и принять участие. Для нас это будет очень важно, чтобы услышать каждый голос. Вот, если где-то вот есть и чего-то мы не знаем, то, поверьте, это для нас очень важно, чтобы мы могли понять, да, и через себя пропустить и направить те или иные предложения там нашим законодателям для того, чтобы они предпринимали какие-либо решения или принимали какие-то решения. От этого во многом зависит развитие дальнейшее, да, нашего малого бизнеса. Конечно. Потому что двустороннее участие должно быть. Не только государство все должно делать, но и сами предприниматели должны и эту инициативу в том числе проявлять. И эту инициативу в том числе они должны проявлять и подсказывать. Так все-таки, ваше последнее слово, на сегодняшний день стоит бояться? Я думаю, нет. Открывать свое дело и проявлять деловую инициативу или нет? И хотя бы несколько пунктиков в пользу? Несколько пунктов в пользу. Но у нас, мне кажется, вся передача вот сейчас, она была в пользу малого бизнеса. Еще раз. Для тех, кто еще сомневается и кто... Для тех, кто еще сомневается. Самое главное – найти свою нишу на этом рынке. Почему? Потому что правильно, вернее, мы когда-то в свое время или в Советском Союзе, у нас была плановая экономика, она была построена на производстве. То есть мы должны произвести вот столько-то, 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 да. А куда мы это должны продать? Вот, к сожалению, или к счастью, тогда в СССР вопрос такой не стоял. Сейчас у нас совершенно другая экономика. Мы должны идти от продажи. То есть мы должны знать, где мы будем продавать, что мы будем продавать, сколько, какая потребность в этом есть. Уже от этого делать свое производство и развивать свой бизнес. То есть самое главное – это в данный момент – это клиент-ориентированность и конечный клиент, на котором мы будем работать, который нам приносит деньги, а в бюджет приносит налоги. Ну что ж, ну а в этом, конечно же, государство готово помочь, да? Конечно. В расчетах, в просчетах каждого шага. В расчетах, в просчетах и, в принципе, и в предоставлении какой-либо финансовой поддержки. Ну и в завершении хочется сказать только добро пожаловать в малый бизнес и средний. И средний. Ну что ж, спасибо огромное за участие в программе, уважаемые телезрители. Пришло время прощаться. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин